Какой день у нас дождь, легкая мрячка идет, утро, еще рано, но я при деле. 7.40, я жаворонок, встаю рано. Занято очень приятным делом. Чашка кофе с молочком у меня была, с топленым, бутики малыши, само собой. Вот через час у меня будет еще вторая чашечка кофе с молочком, но без бутиков малышей. И есть я буду не раньше, чем 13.00. Мне нравится заниматься на кухне. Я сейчас буду готовить блюда грузинской кухни. Чахохбили. Я вчера приготовила бедрышки куриные, я их слегка поджарила до румяности. Вот, пожалуйста. Ну и вот продукты, которые мне нужны для чахохбили. Я не буду показывать весь процесс. У меня есть видео в прелисте чахохбили. Я оставлю ссылку на это видео в комментариях. Я советую, кто не готовил чахохбили, немедленно приготовьте. Это блюдо не только для стройнеющих. Это блюдо для всех ваших членов семьи. Всем понравится. И малышарикам тоже. Готовьте. Блюдо приготовлено. Выключаю. Буквально минуту назад положила зелень и все специи. Чахохбили. Обалдеть. Худе и вкусно. Я только хочу напомнить. У меня есть такая небольшая проблемка. У меня бывает боль справа. Я всегда думала, что это ухо у меня. Это продувает. Вот мои пробежки. Головной убор я еще не одеваю. Капюшон не одевала. У нас такие ветры были сильные. Дождливо, сыро. И меня как бы опять продуло. Очередной раз. Но я уже понимаю, что это. Ночью резко начала как бы колоть ухо и выше уха. Потом переходит на следующий день на лоб. Вроде бы больно дотронуться к колбу. Вроде бы чувство гайморита. Вот такое вот есть. Раньше я бегала в поликлинику к доктору. Я не записывалась. У нас не Европа. У нас можно так. Можно. Вот. И я попадала к доктору всегда. Мне доктор всегда советовал, назначал, вернее, прогревание, ультрафорез. Всегда говорил, что я пользуюсь. Всегда говорил, потому что я попадала к одному довольно возрастному лору. Он мне говорил, что это ушные палочки. Каждый раз. Он мне говорил, что это наушники. А я ему каждый раз говорила, я не пользуюсь наушниками вообще. Я вообще не воспринимаю, когда разрывается голова. Когда звон вот этот от музыки или какая-то информация не воспринимается, когда я в наушниках. Палочками я пользуюсь очень аккуратно, и взрослый человек. Ну, то есть, он мне назначал прогревание. И вот, во время модной болезни, у меня то же самое, мне очень больно дотронуться к колбу рукой, как током бьет. И как бы болит район уха, и стреляет в ухо. Я бегу в поликлинику. Меня, конечно, не пускают. Модная болезнь, да сейчас же. Мне на рецепшене, регистратора, вернее, кричат. Ну, короче, модная болезнь, куда вы побежали? Да сейчас же, меня разве можно удержать? Я бегу в нужный кабинет. Моего доктора нету, и очень даже хорошо. Прекрасно просто, слава Богу, был другой доктор. Он меня принял. Приятный очень человек. И говорит, это у вас не ухо, нет. Это нерв. Это нерв. Вам вообще прогревать ничего нельзя. Он мне прописывает вот этот препарат. Теперь этот препарат у меня всегда дома есть. И назначил мне еще немесил. Три дня. Вообще немесил принимается только три дня. Неважно, какое воспаление у вас, неважно. Или что-то с ногами, или уши, или голова. Немесил принимается только три дня. Его больше принимать нельзя. Утром, вечером, три дня. Я принимала немесил только один день. Утром и вечером. Все. Вот, я думаю, благодаря Сирате, вот этим таблеточкам, буквально я принимаю их два дня только. Инструкция, конечно, есть. Назначение доктора Лора Сирата. Противовоспалительная, прекрасная. Вот ухо, застужена сторона, нерв, гайморит. Возможно, даже нужно читать инструкцию. Прекрасный препарат и очень недорогой. Я еще как вспомогательной, тоже по совету доктора, купила еще Минавазин и вьетнамская вот эта звездочка. Я только напомнила. Все все знают. Вот этот препарат, назначение Лора, Сирата. Я просто стала уже человеком. Буквально три дня прошло. Здоровенькие былы. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному сообществу. Физкульт привет, мои хорошие. Я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Я нахожусь сейчас в спорте. Люди собралась, вот оделась полностью в спорт. А потом думаю, ну сейчас пойдешь. Сейчас с кем-то точно зацепишься. То есть начну общаться, пробежка, придешь домой, будешь вся красная, румяная. А сейчас вторая половина дня уже. Не успеешь потом пообщаться точно с людьми. Решила с вами сначала пообщаться. Формат нашего канала – это похудение, мотивация и, конечно, здоровье. Вот мы с вами общаемся на эту тему. Я конкретно о себе. Дождливая погода была несколько дней. Все. Не позволяла эта погода выходить на свои пробежки. Не выходила на пробежки. Пару дней. То мрячка, то дождь. Потом почувствовала дискомфорт какой-то. Ну, бегала без капюшона, где-то продула немножко. У меня такое есть. Хватанула где-то, просквозила правую сторону. Тоже не выходила два дня. Принимала препараты. Вьетнамская звездочка у меня. Ну, то есть уже все хорошо, все нормально. Кстати, показала препараты. Может, кому-то нужно. Воспользуйтесь. Это прописал мне доктор Лу. Это не YouTube. Нет, нет, нет. Я сегодня готовила еще чахок били. Кто не готовил никогда чахок били? Я же вам плохого не посоветую. Немедленно готовьте. Я оставлю ссылку в комментарии на видео. Там более подробно я показываю, как я готовлю чахок били. Люди, это конкретный грузинский рецепт. Вот как готовит грузинка, женщина. Вот точно я готовила. Один в один. Так что готовьте. Всем понравится. И у всех получится. Ну, сейчас давайте перейдем к нашей рубрике. Наши комментарии. У нас есть немного комментариев. Вот мы с вами пообщаемся. Комментарии мне дают темы. Нам дают темы. Мы с вами общаемся. Мои хорошие, что хотела еще заметить. Вот я не была несколько дней на пробежке. Вот многие пишут. Стоит вес. Не худеется. Если я не буду двигаться, у меня то же самое будет. Вес будет плохо уходить. Вот сейчас я занималась буквально 4 дня. У меня была причина. Дождь. Болевые ощущения. Болевые ощущения. Была причина. Мой вес сегодня 79,400. А когда я занимаюсь, у меня утром вес 78 с копейками. Но хотя у меня до канадской границы 80 килограмм есть еще расстояние. Но сам факт. Вес хуже уходит, если нет активности. Вот активность нам помогает сбрасывать вес. Берите на заметку. Начинайте двигаться. У нас хорошая одежда. Лишь бы не было дождя. Занимайтесь. Я обязательно наверстаю. Вот сейчас с вами пообщаюсь. И Танечка. Гоу. На пробежечку. Все. Меня уже просто прет. Я не было несколько дней. Даже во второй половине дня. Но я пойду, я подвигаюсь. Но сейчас давайте перейдем к нашей рубрике. Наши комментарии. Вот первый комментарий написала. Прекрасный комментарий. Просто прекрасный. Так. Нина пишет. А мне подружки сейчас завидуют. И общаться со мной не хотят. А раньше обижались, что я к ним не прихожу. Какая прелесть. Нина. Я когда прочитала ваш комментарий, было первый раз, я хохотала на всю квартиру. А мне подружки сейчас завидуют. И общаться со мной не хотят. Ниночка. Вы победительница. Вот поэтому такой результат. А раньше обижались, что я к ним не прихожу. Вы победительница. Вот вам и результат. Делайте выводы. Радуйте. И продолжайте радовать дальше своих подруг. Радуйте всех. И сами радуйтесь. Следующий комментарий написала Ирочка. Ирочка меня всегда обращается ко мне, как к генералу. Она мне всегда пишет. Здравствуйте, товарищ генерал. Я хохочу. Вот не зря я вас так называю. Уже давно. Ой. Уже даже во сне наши девочки слышат этот командный голос. Татьяна. Вы так хорошо разобрали на запчасти ужин из тыквенной каши с пшеном. Лето 25 написала в комментарии, что появилось предложение сделать рубрику по разбору полетов. Вот, например, такой набор продуктов. В 10-11 часов. Кофе со сливками. Шоколад 75%. Ух ты. С утра пораньше. И вареное яйцо. Это удовольствие или перекус? Ну и комбинация у вас. Шоколад и вареное яйцо. Ира. Основные принципы совмещения продуктов стали понятны. Но встречаются некоторые комбинации, которые сама не могу расценить. В одном продукте могут быть и белки, и жиры. Ну правильно, сыр. И белки, и жиры. Иногда теряюсь и не знаю, что засчитать в прием пищи. Чтобы наверняка не промахнуться, пользуюсь вашими рецептами. Но думаю, что надо самой уже понимать, какие сочетания продуктов правильные. 100%. Значит так, в 10-11 часов утра. Я понимаю, это первая чашка кофе у вас? Кофе со сливками, шоколад. 75% И вареное яйцо. Кофе со сливками, да. Яйцо, да. Но шоколад нет. Шоколад, ну понятно, это жировая субстанция, да. Но шоколад еще в себе содержит сахар. Сахара немного. То есть сахар не так быстро. Не с большой скоростью будет выделяться к нам кровь, да. Но инсулин по-любому будет выделяться. А инсулин это гормон аппетита. А нам это совершенно не нужно. С утра выпил, день свободен. Ирочка, какой шоколад? Достаточно, как удовольствие, это кофе и сливки. Но без шоколада. Сыр, да. Яйцо, да. Ну что-нибудь одно, допустим, да. Но шоколад, это плохая комбинация с яйцом. Я считаю так. Подумайте. Я считаю так. Нет, шоколад нет. Ирусенька, шоколад нет. Утром нет. Инсулин выделяется больше всего во второй половине дня. То есть поджелудочная железа больше всего по природе своей и выделяет инсулина во второй половине дня. Не позволяйте себе шоколад даже 80% есть с утра. Не позволяйте. Я себе не позволяю даже фрукты до основного приема пищи. Вот первый прием пищи. Я сразу могу съесть фрукты. Сразу после основного приема пищи. Кто-то через 2 часа, кто-то через час. Это ваше желание. Но не шоколад с утра в 10 часов. Нет. Это уже очень нехорошо. С утра выпил. День свободен. Никакого шоколада с утра. Еще один комментарий сейчас я найду. Написала комментарий Надюшенька. Здравствуйте, Татьяна. Пишу первый раз, хотя с вами больше года. Готовила по вашим рецептам. Ходила по утрам, когда не было сирен. Все нравилось, пока не сказали, что у меня аутоиммунный тереодит. Хошимота. Теперь и отруби мои стоят. Выписала три пачки. Но ничего. Мясо можно. Рыбу можно. Плохо, что нельзя молочки. А я ее так люблю. Нельзя. Самое главное. Сыр и кофе. Татьяна, может вы что-то посоветуете таким, как я? Спасибо за вашу работу для нас. Мне 66 лет. Нет правой доли щитовидной железы с 15 года. Но ничего. Все будет у нас хорошо. Надюшенька, у нас все будет с вами хорошо. У нас у всех будет все очень хорошо. Напишите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой у вас последний анализ ТТГ? Вот вы принимаете гормоны. У вас нету одной доли щитовидной железы. Значит, вы принимаете гормоны. У вас в норме ваш анализ, гормон ТТГ? Или он завышен? Или у вас гипотиреоз есть? Как у вас дела обстоят с гормонами? Потому что многие эндокринологи рассказывают, что если у человека четверка, то значит все нормально. Гипотиреоза нету. Конкретный гипотиреоз. Как у вас дела обстоят с гормональным фоном? Раз. Во-вторых, если я буду слушать врачей, значит я должна придерживаться стола номер 5, гастроэнтерология. Если я буду слушать врачей, я должна принимать статины. У меня холестерин 7,6. Люди с диабетом, если будут слушать, эндокринологов, они будут есть кашу, развивать диабет, инсулинорезистентность, они будут сидеть на фруктозе. Думайте. Гипотиреоз не советует принимать молоко, кофе. Я пила и буду пить кофе. Я обожаю молочку и я употребляю молочку. Я ела и ем отруби. Все. Я гипотиреоза не имею, потому что я принимаю гормоны и у меня хороший гормональный фон. У меня ниже двойки. ТТГ ниже двойки. Но даже если двойка, золотая срединка, это нормально. 2,2 это тоже нормально. Ну то есть ближе к двоечке должно быть. Какой у вас анализ? Пусть вас врачи не пугают, эндокринологи. Моя знакомая Аллочка Москина, есть видео, исповеди диабетика. Она мне начала рассказывать, что она ест кашу почти 5-6 раз в день. Ну питаться нужно 5-6 раз. Она говорит, ты что делаешь? Ты что творишь? Я говорю, ты же развиваешь себе только диабет сама. Прекращай столько есть вот в день. Уходи с этих каш. Ешь жирный творог хотя бы 2 раза в неделю. Она мечтала творог съесть, жирный, домашний. У Аллочки сахар сейчас 6-очка, а была 20-очка. Она же эндокринолога слушала. Она еще была в школе диабетика в Миргороде. Делайте выводы. Ну сейчас общаемся дальше. Основная проблема любой страны – это соображающий человек. Чем больше человек ведется на дешевт, то есть на доход. Вопросы здоровья остаются далеко сзади. Ведутся на дешевт, особенно интернет. Массовые платные марафоны. Человек похудел. Человек ведет платные консультации, как специалист. Предлагает всем срочно переходить на кето-питание, допустим. Жить на кето-питание, как это классно. Человек рассказывает, доказывает. Это сложнейшая диета, допустим, да. Она разрешена только худеющему человеку месяц-два. Это прекрасный старт, прекрасный. Но больше двух месяцев на этой диете нельзя находиться. Кто сидит на этом питании? Месяц-два только. Кто? Люди с псориазом, у кого психоневрологические заболевания, аутизм у детей, да. Жировой гепатоз печени. Нужно находиться под контролем. В госпитале сдавать биохимию почек, печени. Это очень сложно. Жить на жирах, где жиров 70%. Люди ведутся. Люди платят деньги. Даже не хотят думать. Ну, то есть. Соображающий человек никому не нужен. Абсолютно. Ведутся все на дешевле. Кто-то делает состояние. Спазм. Болит голова. Допустим, самое элементарное. Напишут, накатают столько препаратов. Столько придумают. Люди делают состояние. Фарма, аптеки. Подключена медицина к этому. И человек покупает, тратит деньги. И ни один доктор не скажет. Подождите, стоп. Как вы дышите? Чем вы питаетесь? Возможно, у вас просто нехватка кислорода. Возможно, в данный момент у вас стресс. Вы нервничаете. Это головные боли. Возможно, у вас неправильное питание. Нехватка липидов. Фидов, жиров, белков. Нету белка. Все. Это и головная боль. Людей присаживают конкретно кто-то, допустим, на вегетарианство. Ой, это-то классно. Вы что? Ну, то есть, травку-муравку кушать, а присесть на вегетарианство, допустим, человеку. Это просто карающий меч здоровья. С точки зрения биологии, С точки зрения, допустим, физиологии, С точки зрения биохимии, Вегетарианства для нас, людей, Это абсурд. Люди ведутся. И тянут за собой еще. Я буду умирать, и ты тоже вместе со мной. Физиология человека – это животное тело. И подменять растительными компонентами ничего нельзя. Вот не питаться белком, а только травкой-муравкой. Брокколи, шпинат. Все развалится. Домик развалится. Фундамента нету. Ну, построите домик с песочка. Не используйте цемент, кирпичи. Постройте домик из какой-то ракушки. Домик развалится. Каждая пища несет свою энергетику, свою. Растительный мир нужно запомнить ниже животного мира. Растительный белок уступает животному белку. Животный белок, нужно понимать, 20 аминокислот. Растительный мир – только 12 аминокислот. Где мы возьмем 8 аминокислот? У человека какое-то заболевание. Мочевая кислота. Человеку предлагают сидеть на овощах только. Только сидеть на фруктозе. На фруктозе при мочевой кислоте советуют сидеть. Ну, то есть. Нельзя слушать всех подряд. Нельзя допускать, чтобы наши мозги разводили между двумя березками или соснами. Не говоря уже о трех соснах. Уровень образования сейчас очень слабый, очень низкий. И в медицине то же самое. Сейчас есть такая проблема. Если за собой следить сам не будешь, то помогать тебе никто не будет. Ты абсолютно никому не нужен. Вот, допустим, кто-то говорит, я буду худеть. Классно. У меня в основном, в основном у меня только растительная пища. Если берут, то очень редко. Я вот хорошо худею. Мне стало лучше. Так вот. Достаточно перейти. Вот на вегетарианскую еду. Можно получить сразу отрицательный результат по сосудам. Нельзя быть вегетарианцем. Мы классические хищники. Аминокислоты не запасаются. Их нужно постоянно пополнять. То есть мы постоянно должны употреблять с вами белок. Животный белок. Сегодня мы с вами сделали омлет. Завтра у нас творог. Белок. Белок. Молочный белок. Животного происхождения. Все. Послезавтра у нас сельдь. Через два дня у нас овощи. На четвертый день у нас мясо. Ну, то есть мы используем пищу худеющую. Животный белок. Мы должны есть себе подобных кроликов, курочек, коров. Если питаться мы будем неправильно, нам будет не хватать полезных вещей, чтобы строительство шло нормально. Если нету животного белка, это катастрофа. Но если уже кто-то так хочет не употреблять животный белок, там должен быть серьезный точный просчет. Должна быть обязательно соя, должна быть обязательно чечевица и бобы. Допустим, самое большое количество белка имеет чечевица, 41%, но усваивается организмом только 13% или 17%. Там должен очень сильный быть просчет. Соя обязательно. Чечевица и бобы. Это очень серьезно. А вообще не употреблять животный белок – это просто преступление, издевательство над своим организмом. Что происходит? Эндотелий начинает плохо делиться. Кровь срывает устаревший эндотелий. И эта дырка, конечно, будет заклеена. Чем? Трамбоцитами. Есть такие специальные клеточки, которые дырки закрывают. И все бы было неплохо, хорошо, если бы не липопротеиды низкой плотности. Вот они как раз проникают между тромбоцитами и там разлагаются на протеин и жир. А жир превращается в холестерин. Это вегетарианство. Удар по сосудам. Мне очень интересно находить информацию для себя. Развиваешься. Сейчас такие темы в интернете. Даже уже надоело просто вот эти моменты, этих тем слушать или видеть. Надоело полностью. Столько развелось медиков сейчас. Медиков. Я не знаю, что они заканчивали, какие бурсы, какие медучреждения. Учили ли они химию и биологию. Вот конкретная тема защелачивания организма. Тот советует уксус пить. Тот советует там содой упиваться. Момент вот защелачивания просто конкретно надоел. Не ведитесь на это. Не ведитесь. Люди зарабатывают деньги на вот таких информациях. Кстати, очень многие ведутся. Большинство даже. И все спрашивают. А как насчет защелачивания? Таня, как вы защелачиваете свой организм? Люди. Есть химия. Биология. И нужно знать, что все окислительно-восстановительные реакции регулируются в нашем организме автоматически. Это очень тонкая биохимия нашего организма. Не нужно влезать в наш организм с лопатой, с булавой. Но наш народ пока мясо не глотанет, чего-то не успокоится. Мои хорошие. Нельзя допускать, чтобы наши мозги разводили между двумя соснами. Неважно, это интернет или это поликлиника. Кто-то скажет, ну как вы так выражаетесь? О медиках из поликлиники. Неважно, диагностический центр, но и то же. Только там дороже. А там типа бесплатно, но все равно платится. Значит так. Мне 8 лет в поликлиниках. Ни один эндокринолог не мог выставить гормон щитовидной железы. Было нарушение. Гормональный фон был постоянно нарушен. Я сама в этом ничего не понимал. Иду на УЗИ по ЖКТ. У меня запоры по 10 дней. Мне делают УЗИ. УЗИст не может просмотреть правильно картинку. Я не ходила давно в туалет. Если вы 12 часов не посетите туалетную комнату, у вас не будет моторики кишечника, у вас не будет опорожнений кишечника, на УЗИ будет картинка панкреатита. Там будет вздутие, газы, урчание, бурчание. И вот этот аппарат это все чувствует. И показана картинка, вроде бы это панкреатит. Стоит не пойти в туалет 12 часов. А я не была до 10 дней в туалете. Мне пишут хронический панкреатит. Болей нету. Диареи нету по носу у меня. Почему диарея при панкреатите? Потому что нету ферментов. Все так вылетает у человека, как из утки. Если у человека запор, значит конкретно панкреатита быть не может. Мне ставят панкреатит хронический. Поэтому сейчас я включаю мозги. Теперь я знаю причину, почему одно, почему то, почему это. А я еще могу медикам подсказать даже. Ну вот так. Развиваюсь и развиваюсь. И я очень довольна, что я этим занимаюсь. Даже Рифму сказала. Мои хорошие, не доверяйте свое здоровье в Ютьюбе каждой первой шляпе. Находите хороших врачей. Они есть. Но их нужно найти. Где-то по протаже спрашивайте. Диагностический центр это та же поликлиника, только за деньги. Специалистов сейчас нету. Сейчас очень слабые специалисты. Очень слабые. Образование сейчас, уровень образования очень-очень низкий. Поэтому давайте развиваться сами, помогать друг другу. Мои хорошие, я благодарна всем вам, конечно, за просмотры моих видео. Благодарна всем вам за комментарии, за общение. Благодарна всем вам за лайки. Любите себя. И не доверяйте свое здоровье никому. Прислушивайтесь к своему организму. Любите себя. И до встречи.